Долгожданным послаблением карантина в первую очередь рады, конечно, отечественные рестораторы. Бизнесмены, наконец, вновь смогут принимать заказы и устраивать шумные торжества. Впрочем, далеко не все из них на протяжении полутора лет примерно исполняли закон и отказывались проводить пышные тои. Многие попросту научились работать за закрытыми дверями и затонированными окнами. Дамира Абдрахманова поговорила с предпринимателями и вспомнила, как переживали карантин особо находчивые казахстанцы. Счастливая невеста в центре зала, 150 гостей вокруг и тамада. В общем, полный набор стандартного казахского тоя. Вот только проходит он не в далеком до пандемийном времени, когда пышные свадьбы никого не волновали. А в августе этого года, когда ковид уносил жизни по всей стране. Мероприятия за закрытыми на ключ дверями и зашторенными окнами для казахстанцев уже стали нормой. То и в паркинге, но все равно с коврами и шариками. То и в 7 утра во дворах частных домов и главное гости, разбегающиеся во все стороны от проверяющих, тоже больше никого не шокирует. Чем больше у нас ограничений, тем больше люди уходят в серую зону. Мы же это все понимаем великолепно. Банкеты проводили, но проводили где их? В сараях, в подвалах, я не знаю, на стоянках, на заправках. Сейчас у нас в темной зоне, в серой зоне находились от 50 до 60 процентов заведений по всему Казахстану. То есть из 60 тысяч заведений общественного питания у нас 30-35 тысяч находились в серой зоне, которые работали за закрытыми дверями и так далее. Людям надо платить кредиты, коммуналки, заработную плату. И вот сегодня рестораторы наконец начнут сдувать пыль с мебели, проверять лампочки в огромных люстрах и делать заготовки. Ведь со следующего понедельника всеми любимый той легально возвращается в жизнь казахстанцев. За полтора года простоя в подполье ушли, конечно, не все. Однако выживать приходилось любой ценой, вспоминают бизнесмены. За все это время, как только не пытались выкручиваться из данной ситуации, и открывали и доставку еды, и занимались сами приготовкой пищи наподобие столовой. Думали, будут приходить клиенты, которые здесь рядом живут. Но все это было тщетно. Будет очень тяжело восстановить эти все. Тем более сам рынок уже погас. То есть люди уже не готовы проводить праздники так, как раньше. И пока рестораторы делятся друг с другом радостью, скрепя сердце, пытаются забыть об упущенном летнем сезоне и готовятся принимать заказы, чиновники подчеркивают, собираться под одной крышей могут только вакцинированные. И то не больше ста человек в зеленой зоне. В красной в два раза меньше. С 27 сентября разрешить проведение следующих мероприятий с участием сотрудников и посетителей данных учреждений с безопасным зеленым статусом в приложении АШИК. Это проведение торжественных памятных мероприятий, семейных мероприятий, банкеты, свадьбы и юбилеи. Также разрешено проведение конференции, проведение зрелищных иных мероприятий, проведение выставок разрешено. И самое главное, что по просьбам наших граждан республики разрешено деятельность религиозных объектов. При этом на выставке в те же закрытые помещения в зеленых регионах смогут попасть до 500 человек. А помолиться в мечети в зависимости от эпидситуации впустят не больше 50% отместительности. Новую старую жизнь казахстанцы начнут уже со следующего понедельника. И по всей видимости следить за соблюдением всех норм санитарной безопасности в первую очередь придется самим рестораторам. Ведь в случае нарушения их вновь ждет внушительный штраф до нескольких миллионов тенге. Дамира Абдрахманова, Инна Лопатка, Столичное бюро, КТК.